Андрей, расскажи про комментирую игру, за счет чего получилась такая волевая победа? Волевая победа, наверное, получилась за счет характера. Ребята услышали мои пожелания. Вообще хотелось бы отметить, что в этом году, как никогда, у нас в команде максимально здоровый дух и хотелось бы, чтобы вот этот вот настрой и здоровое состояние в команде продолжалось и на протяжении сезона только приумножалось и хотелось бы его уже реализовать в плей-офф. Ну, за счет только волевых качеств, желания, старания, наверное, благодаря только этому. Вот это, да, интересный вопрос. Ты говоришь, что в этом году у нас очень хорошая химия, атмосфера в команде. Почему этого не было в предыдущие сезоны? Вот и тоже такое интересное, как бы, наблюдение. Каждый год команда обновляется практически на 70-80 процентов. Куда все дьются? Это же студенты. Куда они уходят? Ну, скажем так, наверное, мы на протяжении вот этого всего времени существования в Лиге находились в постоянном поиске, но определенного рода, скажем так, внутренней кухни вопросы, значит, определенное доверие игроки не оказывали. Вот, скажем так, скажу откровенно, шло даже в каких-то моментах такое моральное разложение. И вот этот вот состав, который сформировался в этом году, здесь именно собраны, как нам кажется, люди, которые действительно друг за друга готовы биться, друг за друга готовы, скажем так, отдаваться. И еще раз повторюсь, вот благодаря тому, что вот собрались вот ребята, именно идейный дух здоровый и, соответственно, улучшилось качество тренировочного процесса. Ну и надеемся, это будет положительно отражаться на официальных уже игр. Продолжая тему вот университета, да, казалось бы, БГУФ, университет физкультуры, он должен собирать в себя самых-самых лучших со всей страны баскетболистов, да, кто так или иначе там играл в школе и так далее. Но мы видим, что БГУФ даже в НБЛ, вышку еще пока не готов. Почему? Где, где эти баскетболисты? Значит, отличный вопрос. Пользуюсь моментом, конечно, хочу развеять вот иллюзии для всех людей, которые, может быть, немножко негативно относятся к университету физкультуры, в том плане, что они не видят даже вот на играх НБЛ каких-то профессиональных игроков. БГУФ – это то место, где готовят детских тренеров в первую очередь. И не всегда будущий детский тренер – это хороший профессиональный игрок. Те ребята, которые у нас играют в клубах, а их, к сожалению, в этом году стало чуть поменьше, нежели предыдущие годы, значит, естественно, они в НБЛ не участвуют, потому что они участвуют в профессиональной лиге. А вот эти вот ребята, которые, условно говоря, в большинстве случаев где-то любительский баскетбол у них был за плечами, либо детская спортивная школа, но они не добились высоких результатов, они поступают в ВУЗ и видят себя в дальнейшем не в качестве профессионального игрока. Т.е. мы не готовим профессиональных игроков, мы готовим, скажем так, профессиональных тренеров. Поэтому, возможно, из-за этого и происходит вот такое вот недопонимание, почему вроде бы спортивный университет, специализация баскетбол, да, тренерская работа по баскетболу, но на площадке мы выйдем абсолютно не то, что хотели бы. Поэтому вот, наверное, я развеял, наверное, все вот эти иллюзии, и люди теперь будут понимать, что мы занимаемся подготовкой именно тренерских кадров, а не профессиональных игроков. Ну да, теперь все стало понятно. Да, все вопросы вот специализированным детским спортивным школам, да и в США, то есть это все вопросы здесь. Ну и последний вопрос, вопрос про минских пингвинов. В 16 лет команда существовала, вроде как ты, по-моему, с самого первого сезона там, или, по крайней мере, с начала. Да, в пингвинах, ну, практически с самого начала, наверное, застал то золотое время минских пингвинов, там, с 11-го года вот до прошлого, когда мы становились и бронзовыми призерами второго дивизиона, и чемпионат выиграли во втором дивизионе, но время берет свое, к сожалению, состав у нас, скажем так, в основном был уже ветеранский, мы прекрасно понимали, что высшую лигу МБЛ, даже вторую лигу МБЛ мы чисто физически не вытягиваем, и было такое принятое, можно сказать, горькое решение, что наши уважаемые ветераны будут пробовать свои силы в появившейся ветеранской лиге, которую Александр Кудрявцев организовал. Но, тем не менее, мы все равно собираемся по вторникам, пятницам, как бы, дружеские встречи, вот, продолжаем вместе тренироваться, ну, а мы уже с Алексеем Петровским, как бы, получили предложение от ребят с Бэтбойсов, ну, и продолжаем, наверное, еще немножко двигаться и хоть что-то показывать похожее на баскетбол. Как вас там, кстати, приняли, встретили? Бэтбойс, ну, просто великолепно, во-первых, ребят знаем очень давно, прекрасный коллектив, приняли замечательно, ну, дай бог, чтобы каждый новый игрок, который будет приходить с одной команды в другую, мог получить тот заряд энергии, позитива, поддержки, в первую очередь, вот как мы с Алексеем. Поэтому будем надеяться, что Бэтбойс в этом году пошумят во втором дивизионе и, как минимум, повторят прошлогодний результат. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо.